Итак, давайте поговорим О рейтинге В Ситидрайве Я считаю, что одна из самых Мотивирующих вообще Кататься и пользоваться Такси внутри Ситидрайва Функция, потому что Ты реально Ты не просто катаешься, а ты Вкладываешься в свое Ну скажем так Каршеринговое будущее Да, у всех бывают накладки И у Ситидрайва В момент ребрендинга Был очень тяжелый Технический период Но вроде компания справилась Хотя не без сложностей Кстати Здесь стоит сказать, что например Смарты при отсутствии Интернета предлагают Закрыться с помощью блютуза Но У меня вчера Не получилось А выяснилось, что я Не закрыл дверь Бывает всякое И так И хватит Разглагольствовать Кстати Если на фотографию В профиле На фотографию Можно сделать Селфи Или выбрать из галереи Поехали Вот Мои достижения То есть Вы можете посмотреть Что Вот За поездку в такси Два балла Потом За поездку На На каршеринге За поездку два И за стоимость восемь Что это вообще такое Вот Что такое рейдинг Ну тут вы можете Позначить Что это Это программа Лояльности клиентов Которая Открывает доступ К Новым машинам И Напрямую влияет На стоимость То есть Вы можете Докатиться В хорошем смысле До того Что У вас BMW X2 Будет стоить Дешевле Чем Nissan Qashqai Когда вы только начинали Но это Не сразу И Не всем То есть Видите Это надо быть Только Старше 23 лет И С определенным Уровнем Рейдинга И там Старше два года То есть Здесь Не прописывает Но На самом деле Два И так Вот До До 100 баллов Рейтинг 0 То есть За регистрацию Дается 30 баллов И потом Вы 70 Накатываете Потихоньку То есть Видите Вот У вас Должна быть Минимум Одна поездка А все остальное Вы можете Накатать В такси Потом Идет Второй Третий Четвертый Пятый Шестое Обратите внимание Что количество Баллов И поездок На каждом уровне Растет И в ноябре 2020 года Ввели А ну вот Ввели Девятый уровень И написано Что Только возраст Но В интернете Я слышал Что на 100 Что рассматривает И поездка И поездка Чтобы Засчиталась Она должна быть Не менее 50 рублей Стоить И Протяженностью Не менее Одной километра То есть Покататься В принципе В теории Если вам не жалко Денег Есть Свободное время Вы можете Каждый день Брать машину Кататься 10 минут На районе И получать Рейтинг Вот такой Вот Лайфхат Зачем Это еще Нужно То есть Что такое Рейтинг То есть 3000 баллов 9 уровней Что он дает Смотрите У меня Включено Не беспокоит А уведомление Все равно Прорывается Итак Что дает Рейтинг То есть На первом уровне На нулевом Это Определенные Модели Машин А вот Начиная с первого Вы получаете В первую очередь Постоянную Скидку 1% На все поездки То есть Вне зависимости От того Сколько вы катаетесь Как вы катаетесь Она уже То есть Если вы взяли Первый Второй уровень То Один Или два Процента Скидки У вас Останется Ну и Появятся Новые машины А вот С третьего уровня Начинается Уже более Интересный Прыск Если помните В предыдущем Видео Я говорил О том Что Есть машина С Транспондером Так вот С третьего уровня Уже 25% Скидки На Оплату Платной Дороги С четвертого уровня У вас Открывает Ну У вас И скидка Растет И открывается Тут вот Написано Мерседес БМВ Х2 То есть Я так и не понял Или это Что в два раза больше Мерседес И БМВ Или это просто Печатки И здесь Мерседес Лишно Потому что Явно БМВ Х2 А у Мерседес Такой модели Нет Ну ладно Дальше С пятого уровня То есть Опять же Скидка БМВ Ай3 Электромобиль И 50% На поезд С платной Дороги Честно говоря Наиболее уж Таким Жирным Таким Сытненьким Вариантом Скидки Это уже Шестой уровень То есть Естественно Надо накатать Там 680 Баллов По-моему Но Обратите Внимание Здесь Время Бесплатного Бронирования Увеличено До 25 Минут А кстати Само Бесплатное Бронирование В самом Само Бронирование В самом Сити Драйве Всегда 20 минут Всегда Меньше Не бывает Вот С шестого Уровня 25 минут С седьмого Уровня Каска Дополнительная Включена В базовую Стоимость То есть Эти вот Полтора Два Рубля Они просто Нивелируются И у вас И уровень Седьмой И Каска Бесплатная Ну Счастье На восьмом Уровне То есть Мало того Что Скидка Уже 8 процентов Так еще Время Бесплатного Бронирования Уже Полчаса И Каска Бесплатная Строковая Жизнь Бесплатная И Если Помните В предыдущем Виде Я Показывал Бесплатную Ночную Парковку Вот Я вам сейчас Покажу Вот Ночная Парковка По умолчанию С восьми До восьми То есть Изменить Нельзя А с Восьмого Уровня С восьмого Уровня У вас Вот Вы можете Этот диапазон Регулировать Ну и Сто процентов Скидки По платной Дороге Где она Есть Ну а Девятый Это Девять процентов Скидки То есть Все Все что дано До этого Еще И Возможность Оплаты То есть У вас же баллы Все равно Будут Капиться А у них Уже Ни на какой Рейтинг Не потратишь Вот ими Можно Оплачивать Поездку Ну и Вот Бесплатная Ночная Парковка Но она Она вообще Всю ночь То есть С полуночи До До Семи Ну и Также За что Отрицательный Рейтинг То есть Его можно То есть За ДТП Минус 25 баллов За эвакуацию Первого 15 Последующие 25 Вот Поэтому Если будет Меньше 200 То все Ездите Аккуратно Это что дает Рейтинг Ну и Как Заработать Баллы Вот тут То о чем Я говорил Про короткие Поездки По районам Смотрите Есть такая Мотивирующая Особенность Если вы Например Вот сейчас В мае Если вы В мае У вас будет Четыре Поездки То Каждая Поездка В июне Она будет Уже Стоит Не два Бала А Четыре А если Например У вас Будет Там Девять Поездок В мае То уже В июне Будет Шесть Баллов Ну и Так Дорит Если вы Катаетесь Каждый День То вы Рейтинг Наберете И так Быстро И еще И вас Потом На следующий Месяц Поощрят Вот Десять Баллов За одну Поездку Но это Надо Больше Тридцати Пяти Поездок В месяц То есть Это В принципе Каждый День В одну Сторон Вот Ну или Если Тридцать Пять Получается Что Тридцать Дней В одну И что Там Не Ну В общем Как Небудь Покатайте Дальше Вот Идет То есть Помимо Стоимости За факт Поездки Вы получаете Помимо Баллов За факт Поездки Вы получаете Еще и Баллы За стоимость И вот То о чем Я говорил Что если Каждый день Чуть Чуть Кататься По району Там На 60 Рублей На сто Там Да То есть То Вот Вы Каждый День Будете Получать Четыре Балла То есть Раз 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 И все И И натикало А если Вот В дальнюю Поездку Тоже Удобно Но Учтите Что Учитывается Факт Поездки То есть Вот Эта Таблица Она Учитывает Начало И конец Аренда То есть Если вы взяли На неделю Кашкай Например То Поездка Будет Всю эту неделю Засчитываться Как одна Но баллы Будут идти Вот За счет Стоимости То есть Например Взяли На неделю Где-нибудь Там Четыре Семьсот Дальше На нулевом Уровне И все И у вас Уже мало Того Что Ну где-то Уже В тридцать Баллов То есть Вот За поездку Будет Два Вот И Учитывая Что Свыше Двух тысяч Десять баллов Это уже Двенадцать Ну Два Четыре Балла Вы там Наберете Вот А еще же Отдельно Пробег Стоит Ну То есть Активным Пользователем Лето Можно набрать Очень Хорошо Там В Сочи Приехал Покатался В Красную Полянку И вот Обратите внимание Что-то Я говорил Что Если стоимость В поездке Свыше Двух тысяч Рублей То каждый Дополнительный Четыреста Рублей Приносит Два Балла Вот Оценка Вождения За хорошее Вождение Плюс Два Балла За Тридцать Минус Два За Нейтральное Ноль Но Пока Я что-то Не видел Чтобы Это работало За что Еще Баллы За Приглашение Друзей Десять Баллов Сразу Видимо Многие Недавно Получившие Права Как я смотрел В группе ВК Баллов Много А рейтингов Пока Мало Вот Ну и За такси За такси За стоимость Как и стоимость Паястки В Каршинике То есть Две тысячи Накатали Вам уже Десять баллов Ну и вот За что Можно потерять За штрафы За эвакуацию Вот Кстати До ста Я думал Только Пятнадцать И двадцать Нет Оказывается От пятнадцати До ста В зависимости От того Там Согласны ли Вы С правилами С разведения Ну и ДТП Ну и Вот Тут написано Что Резкие Там Маневры Они тоже Отрицательно Влияют Вот такая Вот Рейтинговая Система Как по мне Очень Интересно Очень Мотивирующая То есть И не потому Что даже Ну вот Ты Вот Например В этом Году Я там Планирую Посетить Тулу Надеюсь Получится Летом В Оружейный Музей На электричке Не хочется Неудобно Такси Дорого На Кошеринге Может быть Самое То И вот Любой Другой Кошеринг Я понимаю Что Если даже Там будет Выгодная Цена Ну я просто Заплачу Но это Эти деньги Не пойдут Куда-то Там Ну то есть Какую-то Скидку Еще куда-то Да А здесь Я понимаю Что я Накатаю Длинный Маршрут И Я наберу Баллы Рейтинга И потом Мне это Вернется В будущем Там Ну хотя бы Постоянной Скидкой Вот обратите внимание Что я вам В предыдущем ролике Показывал Вот На нулевом уровне У меня Кашкай стоил 2.50 Со всеми Страховками Сейчас 2.38 Эта цена Уже останется Со мной И вот Два часа У меня Было 4.50 Или даже Больше А сейчас Ну в общем Цены Меньше 5 дней Вот Стоит 6.600 Но это Потому что Действует Скидка На 15% На майске Так что Это реально Работает И обратите Внимание Что стоимость Пинометра Тоже Изменяется То есть Если он Был у меня 11 То стал 10.89 Ну приятно Мелочь А приятно Вот такой Вот он Сити драйв С Карты Google Которую Ему Подправить Конечно Ладно Это уже Особенности Компании Которые Конечно Не Будет Брать Карты У Яндекса Но это уже Вопрос Политический И в него Мы вдаваться Не будем Всем Спасибо Что смотрели И приятного Просмотра Других Роликов